Перед нашей заключительной молитвой еще я хочу прочесть слово и поделиться некоторыми мыслями. Место, которое я буду читать, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Иисус говорит в своей первосвященнической молитве о том, что у Него есть желание, чтобы Его дети были там, где Он. Интересное выражение. Он не говорит там, где я был или там, где я буду. Он говорит там, где я. Он в это время находился на земле, в горнице с учениками, в определенной географической точке, подвластный всем временным законам. Но Он говорит, хочу, чтобы там были они со мною. Есть такое пение молодежное, они поют часто. Там, 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 родина моя. Что мы знаем о слове «там», где Иисус? Мы все стремимся туда. Мы говорим о месте, которое есть там, где-то оно там. Иисус говорит, я хочу, чтобы там, где я, они были со мною. И вся наша вера, все наше упование строится вокруг этой фразы «мы хотим туда», мы хотим быть там. Очень интересно, люди редко хотят ехать туда, где они никогда не были или ничего не знают об этой местности. Обычно люди сначала проверяют без конца, куда они поедут, какие условия там жизни, какая погода, какое время. Все-все. Потом они говорят, хочу туда. Мы с вами, дети Божьи, наслаждаемся мыслью, что Иисус, находясь там, в этом месте, где необычайно прекрасно, и о котором мы знаем только немножко. Мы знаем, что мы будем там с Ним, потому что это Его молитва, Его просьба, обращение к Своему Отцу. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, Он всегда был там, и Он хочет, чтобы и мы были там». Он как бы приглашает нас туда и молится, чтобы мы жили этой надеждой, чтобы мы знали, что есть здесь, но есть там. И вот на этом месте, это то, куда мы стремимся, будет завершающая точка. Нашего путешествия. Братья и сестры, часто люди говорят, а что там будет? И задают друг другу вопросы, а как ты думаешь, что там есть, что там будет? И у нас ответы, они плавают, каждый в меру своего представления говорит, что там будет. И часто вот на таких служениях мы тоже говорим о небе, мы говорим, там будет все хорошо. А я сегодня хотел бы ответить на вопрос, что там не будет, чего там не будет. Потому что мы мало знаем, что Господь приготовил. Часто мы цитируем это место, что оно не приходило на ум даже человеку. Потому что, когда Господь что-то готовит своим любимым, невозможно представить нашим ограниченным разумом. Я хочу сегодня показать, чего там не будет, чтобы даже в этом мы получили большое утешение. Мы иногда говорим, что я еду куда-то, и так хорошо, что там не будет там холода или жары. Мы иногда радуемся тому, что чего-то там не будет, и уже хорошо. Вот давайте мы посмотрим сегодня, что там не будет, и это должно радовать наши сердца. Первое, чего там не будет, это времени. «И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет». Откровение 10, 5, 6. «Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная». 1 Иоанна 2, 25. «Братья и сестры, времени там не будет, время подменяется вечностью». Что интересно, мы с вами не знаем, что такое время, и мы не знаем, что такое вечность. Но время действует и работает сегодня, и мы с этим бесконечно сталкиваемся. Мы про вечность ничего не знаем. И даже когда мы пытаемся представить, что это то же время, только бесконечное, мы не можем представить бесконечное. Мы не оперируем в жизни нашей бесконечными вещами, поэтому у нас нет опыта в голове, чтобы знать, что такое бесконечность. Я вот смотрел фотографии сестры, и как хотелось крикнуть «Время, остановись!». Она была молодой, и мы были молодые. И как хочется сказать «Время, ну остановись!». И знаете, ведь время – это не просто, когда Земля обращается вокруг Солнца, и мы говорим «прошел один год, прошло 50 лет». Мы же не говорим «прошло 50 оборотов Земли вокруг Солнца». Даже если бы мы летели в космическом корабле куда-то вне Солнечной системы, и тогда время давлело бы над нами. Как интересно, Библия часто говорит «Братья, время коротко» или «дорожите временем». И мы не знаем в деталях, что такое время, потому что оно очень необычно. Когда человек попадает в тяжелые обстоятельства, время как будто останавливается. Человек сидит в тюрьме, и для него это время, ну как будто еле движется. А если встречаются два молодых любящих сердца, для них время как будто оно летит. Хотя секундная стрелка двигается с одинаковой равномерной скоростью. Но как это время порой для нас воздействует совсем по-другому. Вы знаете, иногда люди, переживая болезни в больницах, долгое время находясь там, они говорят «Ну уже когда уже все Господь меня возьмет? Я устал, я устала». Это время как будто длится. Иов говорит «Я ложусь спать и жду, когда придет утрок. Приходит день, я жду, когда придет ночь». Это долго, долго, долго. Время играет большую роль в нашей жизни. Когда Бог сотворил человека, Он не сказал человеку, что ты будешь жить там сто лет, тысячу лет, пять тысяч лет. Он сказал «В день, когда ты согрешишь, ты умрешь». А если бы не было бы этого дня греха, сколько бы Он прожил? И заканчивалась бы жизнь, потому что Он потом говорит «Давайте закроем путь к древу жизни, чтобы Он не взял и не поел и не жил бы вечно, как мы». Братья и сестры, Бог человеку дал жизнь, но не давал границу жизни. Эту границу поставил грех нашей жизни. И удивительно, люди уже согрешив, жили 969 лет, прожил Мафусал. Но время уже было ограничено, и люди стали жить все меньше и меньше и меньше. Пришло время, когда Писание говорит 70 лет, при большей крепости 80 лет. И вот мы в этих пределах и живем. Но это время давлеет над нами. Смотришь, дети маленькие вырастают, ты стареешь, то слышать плохо стал, то видеть. И мы говорим «Время, что ты делаешь с человеком?» Мы себя порой не узнаем, сравниваем фотографии и говорим «Это время сделало с нами это». Братья и сестры, и вот то, чего там не будет, там не будет больше будильников, календарей, там не будет часов, там не будет закатов и восходов, там не будет времени. И вы представляете, вот мы иногда говорим, когда что-то хорошее, так хочется сказать «Время, все, остановись, мне так приятен этот момент, мне так хорошо, я не хочу, чтобы оно заканчивалось». Но в нашей жизни всякое хорошее заканчивается, здоровье заканчивается, счастливые мгновения заканчиваются. И знаете что, даже совместная жизнь заканчивается. Мамы уходят, папы уходят, потом мы уйдем. Время, оно не в нашей власти. И поэтому, когда Иисус говорит «Хочу, чтобы были они там со Мною», чего там нет, там не будет времени. Там мы не будем стареть, там не будем мы терять то волосы, то что-то еще. Я не знаю, что это за состояние будет, когда у тебя нет времени, когда не надо никуда спешить, когда ты нигде не опоздаешь, и когда тебе не надо хотеть, чтобы время либо быстрее шло, либо оно медленнее шло. Просто этого не будет. Это будет называться вечностью. Второе, чего там не будет – смерти. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с человеками, он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочи их, и смерти не будет уже». Братья и сестры, древние говорили, смерти бояться не надо, потому что пока мы живы, смерти нет. Когда приходит смерть, нас уже нет. Но это глупая теория. Как бы философы ни говорили об этом, как бы ни пытались говорить, что смерти нет, смерть есть, смерть косит, смерть забирает детей, взрослых. Смерть не спрашивает нас, хотим ли мы. Смерть не договаривается с нами. И приходит час, она своей костлявой рукой берет у нас самое дорогое. И мы ничего не можем с этим делать. Мы готовы отдать деньги, время, силы, все готовы отдать. Люди бросают работу или любят, наоборот, зарабатывать, чтобы заплатить за самое дорогое лекарство. Мы ищем клинику, у нас надежда последняя. Мы даже если услышим, что где-то появился какой-то врач или человек, могущий нам помочь и отдалить этот срок смерти, мы готовы на все. Но смерть охочет, она забирает наших дорогих. А здесь Слово Божие говорит, что смерти уже не будет. Вот мечта человечества, людей науки, людей искусства, литературы, философии, чтобы однажды смерти не было. Но это будет только тогда, когда Господь скажет, больше смерть не властна. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующая в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек, веришь ли сему?» Иоанна 11, 25, 26. Вы знаете, для сестры Юли смерти не было уже на земле. Познав Иисуса, она поверила в это слово. Иисус, обращаясь к Марфе, говорит, что ты в это веришь. И Иоанн обратился однажды к ней в ее жизни и сказал, «Юля, ты в это веришь? Что если ты веришь в Меня, смерть уже не властна над тобой». Она сказала, «Верю». Я у нее был несколько дней до этого недели, мы молились. Я спросил, «Сестра Юля, что вы желаете?» Она говорит, «Господу». Она не боялась смерти. Смерть имеет силу взять нас физически. Но там написано, смерть не будет уже. Я не могу представить, что нету смерти. Мы настолько привыкли к этому. Включи приемник, телевидение, интернет, везде смерть. И там, только там, там, только там смерти уже не будет. Смерть – это разлука, это прощание, это боль. Представляете, там не будет разлуки. Есть такие люди, с кем ты не хочешь расставаться. Есть такие люди, с кем ты хочешь быть постоянно. И одна даже мысль, что он скоро уедет, но просто убивает тебя. Когда любимые расстаются и говорят, «Я уезжаю». Или в другой штат, в другую страну. И говорят, «Мы не знаем, встретимся ли здесь на земле». И даже когда мы говорим, ну, вечности обязательно, все равно какая-то грусть наполняет душу. Ты привык к этому человеку, ты сроднился с этим человеком. И вдруг ты будешь знать, что завтра ты будешь поехать по этой дороге, где вы встретились, там, общались. Ты увидишь в телефоне этот номер, а этого человека нет. Это делает смерть. Но придет момент, когда смерти не будет. Третье. Здесь написано, смерти не будет уже, ни плача, ни вопля. Там не будет слез, плача и вопля. Интересно. Авраам сказал, «Отче Аврааме, умилосердясь надо мною, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего води и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь, пламя несем». Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Наша жизнь переполнена горестями. Слезы, вопли, плач – это сопутствующее нечто. Вы знаете, представить себе мир, где нету слез. Я помню, нам в школе описывали, когда будет коммунизм. И они говорили, показывали не фотографии, а рисунки. Везде смеются дети, взрослые. Такое счастливое будущее. И говорили, что там не будет войн. Там не будет вот этих слез, плач. Братья и сестры, слезы, плач и скорби будут до конца нашего существования. Только там Бог отрет всякую слезу, и не будет больше плача и вопля. Сколько моментов, причин сегодня плакать. То о детях, то о себе, то о родных, то о близких, кто кто-то заболел, кто-то умер, кто-то уехал, у кого-то что-то случилось, кто-то не слушается, кто-то ведет себя плохо. Эти слезы льются в мире, как дождь. И Господь это видит. И нам в утешение, что там этих слез не будет. И сестра сейчас находится в том мире, где нет уже этого. Представляете? Жизнь без слез. Это не потому, что высохли слезные железы. Нет. Нету причин больше плакать. Нету причин больше вопить. Четвертое. Там не будет болезней. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Вы знаете, даже если бы люди не болели бы сегодня, они все равно умирают. Ну, 110 лет, 116, ну, 140. Болезнь. Говорят, есть такая болезнь просто от старости. Ну, говорят, ну, а как он прожил столько? Сосуды уже износились. То уже износилось. Просто человек умирает даже без каких-то особых болезней. Наш организм теряет силу, теряет мощность, теряет энергию. И приходит момент, когда мы больше не можем. Но есть болезни. Эти болезни проникают во все общество. Мне даже трудно представить страну без больниц. Трудно представить общество, где бы люди не болели. При всяких лучших условиях существования говорят, вы знаете, вот в Африке болеет, но в Америке лучшее обеспечение, в Европе лучшее. Все равно болеют люди. И вот мысль здесь написана там, вот там, где Иисус говорит, хочу, чтобы были там. Вот в этом там нету болезней. Ни страховок, ни госпиталей, ни этих скорых, ни этих сигналов. И представляете, знать, что никто не будет болеть. А ведь этих болезней тысячи. И ты не знаешь от чего, что будет с тобой. Начинает человек кашлять и думаешь, а что, а вдруг это предвестник серьезного заболевания. Начинает человек хромать и думаешь, а вдруг что-то следующее. И мы боимся даже. То температура поднялась, думаем, что это может быть. То покраснение какое-то. Это постоянно смотришь на наших детей. И боишься даже то это, то то, то другое. Мы живем в этом. У каждого дома количество этих баночек лекарственных, этих таблеток на всякие случаи жизни. Кто-то разбирается в травах, кто-то разбирается по-другому в народных методах лечения. Но их полно. Я как-то был в одной семье, у них несколько холодильников. Я говорю, а зачем вам так много холодильников? Они говорят, у нас два холодильника для лекарств. Когда открыли, показали, там огромное количество разных видов баночек. На все случаи жизни. Только там болезней не будет. Пятое, там не будет проклятия. И ничего уже проклятого. Но престол Бога и агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Откровение 22.3. Мы плохо знаем, что такое проклятие. Примерно. Представляем, что это очень плохо. Что это какое-то наказание. Что это гнев Божий. Что это то, что человек не может снять с себя просто так. Но в вечности Господь одним скажет, войдите благословенные отца моего. А другим скажет, уйдите проклятый в огонь вечный. И там не будет проклятия. Вот здесь в нашей жизни мы сталкиваемся с проклятием. Проклята земля. Прокляты очень много. Люди, которые выбирают дьявола, выбирают зло. Они сами влекут на себя проклятие. Потом ломается жизнь, ломаются судьбы, ломается поколение, ломается жизни детей. И они ищут, кто виноват. Виноват порой человек. Он притянул к себе это проклятие. Потому что написано, не захотел благословения, восхотел проклятие, ты и получишь это. Не хочешь благословения, оно и удалится от тебя. Мы до сих пор в 21 веке все равно живем под этим законом Божиим. Что одни благословены, другие прокляты. Можно обижаться на Бога. Можно говорить, что я не верю в это. Но жизнь говорит о том, что это закон работает. Поэтому мы приглашаем людей. Придите к Иисусу. Снимите не просто с себя эти грехи, но и наказание за эти грехи. Возмездие за эти грехи. Проклятие за эти грехи. Освободите с себя ваших детей, ваших внуков и ваших правнуков. Там только не будет проклятия. Ночи там не будет. Тут так и написано, откровение 22.5. Ночи не будет там. И не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Ибо Господь Бог освящает их. И будут царствовать во веки веков. Откровение 22.5. Интересно, город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего. Ибо слава Божия осветила его, и светильник его, агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его. И цари земные принесут в него славу и честь свою. Братья и сестры, вы можете мыслить свою жизнь без ночи. Мы знаем, что день заканчивается. Бывают короткие дни, длинные дни, но все равно приходит ночь. Это сегодня у нас масса светильников. Освящаются улицы, города. И делаются попытки, чтобы человек не ощущал себя в ночи. И города порой освящаются так. Я как-то летел над Лос-Анджелесом. Смотришь вниз ночью, думаешь, ничего себе, это горит все. Ты видишь этот город. Такие огромные расстояния освящаются. Но ночь есть еще в духовном смысле. Когда человек ходит ночью без Бога, без Христа, без ясности в сознании. Когда он на ощупь натыкается на что-то. Это ночь. И придет время не только, что не будет этой ночи в нашем представлении, но не будет еще тьмы. Вы представляете, нету зла, нету греха. И ты никого не боишься. И ты ни с кем не ссоришься. Ты никого не обижаешь, и тебя не обижают. Ты не живешь в страхе, что кто-то тебе может что-то сделать. Нету зла. А когда нету зла, это нету тьмы. Нету дьявола. Нету искушений. Нету всего того, что ломает нам жизнь. И там написано, не будет ночи там. Куда Иисус нас зовет? Туда, где никогда нет ночи. Потому что Бог есть свет. Бог есть солнце. Он есть солнце. И придет... Я даже хочу представить, и не могу, что всегда день. И не надо готовиться ко сну. Не надо бояться ночи. Не надо страшиться. И последнее. Чего там не будет, там не будет голода и жажды. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу сочей их. Откровение 7.14 Вы знаете, пока здесь мы на земле, Иисус сказал блаженны, жаждущие и алчущие правды. Праведности, чистоты, святости, мира, покоя, добра. Дети Божьи, познав Бога, они имеют эту жажду. Они имеют этот голод. Мы имеем этот голод. Мы хотим жить в обществе, где есть правда. Но это придет только там. Там не будет жажды. И там не будет голода. Ни физического и ни духовного. И представить себе состояние такое, когда ты удовлетворен. Когда ты доволен. Когда ты насыщен. Когда ты имеешь блаженство. Потому что правда вокруг тебя. В каждом человеке. Там, где ты находишься. И там нету лжи. Там нету этого. Там правда. И как прекрасно это звучит. Они насытятся. Они насытятся. То есть придет это чувство удовлетворения. Сегодня на земле мы видим эту неправду. Мы слышим эту неправду. И нам больно. Нам грустно. Мы хотели бы дышать в этой правде. Поэтому мы бежим в церковь, как островку, где эта правда должна быть. Вы знаете, только там не будет неправды. Только там на небесах не будет этого голода. Как это прекрасно звучит. И слава Богу за эти обещания. Братья и сестры. Если кто-то вас спросит. А что там будет? Скажите. Я не знаю, что там будет. Но я знаю, чего там не будет. А не будет вот того, что я перечислил. Сколько прекрасного там не будет. И смерти не будет. И времени не будет. И слез и плача не будет. Болезни не будет. Проклятия не будет. Ночи не будет. И голода, и жажды не будет. Слава Богу за это обетование и надежду. Аминь. Помолимся. Кто имеет желание? Пожалуйста. Спасибо. Продолжение следует.